Делегация Республики Западной Армении Делегация Западной Армении Примет участие в дипломатической конференции для подписания предлагаемого соглашения об интеллектуальной собственности, генетических ресурсах и связанных с ними традиционных знаниях. Конференция состоится в мае 2024 года в штаб-квартире Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности в Женеве. Представящая дипломатическая конференция положит конец многолетним переговорам между странами-членами Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, в ходе которых голоса заинтересованных сторон, включая коренные народы, были полностью услышаны. Генетические ресурсы включают лекарственные растения, сельскохозяйственные культуры и породы животных. Генетические ресурсы не защищены как интеллектуальная собственность, однако изобретения, созданные на их основе, могут быть защищены при помощи патента. Следует отметить, предложение о проведении дипломатической конференции было одобрено Генеральной Ассамблеей Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности в прошлом году. 13 марта 2024 года на специальном заседании подготовительного комитета было определено место и время заключительного этапа переговорного марафона. Известное итальянское периодическое издание «Леспрессо» одновременно опубликовало две важные статьи, касающиеся политики диктаторского режима, установленного в Баку, и преступных действий по депопуляции Арцаха. В частности, президентские выборы, прошедшие в Баку в феврале, были названы несвободными, а события, произошедшие в Арцахе в сентябре 2023 года, ничем иным, как этнической чисткой. Авторы статей также упоминали о связях между итальянским правительством и преступным режимом в Баку. Явно не приветствую эти связи. Карло Течи в статье «Италия закрывает глаза на лидера азербайджанского племени» пишет, «Поскольку Баку кормит нас дешевым метановым газом, нет необходимости говорить о человеческих, гражданских и социальных правах жителей Баку или армянских беженцев, эмигрирующих из Нагорного Арцаха. Когда это невыгодно, лучше пренебречь моральными принципами. Ветерим – постоянный клиент Баку, отношения с которым носят скорее политический, чем договорный характер. Протесты недопустимы. Приветствуется молчание. Олесь радует режим в Баку. Взять, к примеру, трех итальянских парламентариев, которые приняли приглашение в Баку и отправились в наблюдательные миссии на внеочередные президентские выборы 7 февраля, организованные Ильхамом Алиевым, чтобы обеспечить себе пятый срок пребывания у власти», пишет автор. Автор отмечает, что Арцах находится в изоляции с декабря 2022 года, что запрещает транзит людей и гуманитарной помощи. После девятимесячной блокады Баку начал финальное наступление, которое привело к исходу армянских граждан. Европейский парламент назвал это актом этнической чистки. Лидер Баку Ильхам Алиев, победивший на выборах 7 февраля с 92 голосами и находящийся у власти уже более 20 лет, воспользовался последствиями войны на Украине для воссоединения Арцаха. Действительно, после российской агрессии в Европе активно обсуждался вопрос об энергетической независимости от Москвы. Баку стал близким партнером в поставках газа и углеводородов. Однако сентябрьская военная эскалация, которая привела к прекращению существования Арцаха и армянского присутствия в регионе, не привела к прекращению военных действий на Южном Кавказе, где вновь обостряется напряженность. 13 февраля четверо армянских солдат были убиты в результате нападения азербайджанской армии на границе. Переговоры между двумя бывшими советскими республиками зашли в тупик. Руководство Баку не скрывает, что заинтересовано в Сюникской области Армении, чтобы связать Нахадживан с остальной частью страны. Тем временем беженцы из Арцаха живут во временных убежищах в состоянии неопределенности, не имея прошлого и не зная, грозит ли им в ближайшем будущем новая война. Конгрессмен США Фрэнк Паллоне сообщает, что присоединяется к правозащитникам, которые призывают Соединенные Штаты привлечь главу Баку Ильхама Алиева к ответственности за геноцидальную политику, проводимую в отношении армянского населения Арцаха. Об этом член палаты представителей Конгресса США Фрэнк Паллоне написал в своем микроблоге ВИКС. Я присоединяюсь к правозащитникам, которые призывают США привлечь Алиева к ответственности за геноцидальную политику по отношению армянского населения Арцаха. Конгрессу давно пора предпринять шаги по введению санкций в отношении него, Алиева, и предотвращению любой дальнейшей поддержки Баку в сфере безопасности. Отдаем села, которые были нашими по всем документам. Ну и что, что там жили азербайджанцы? Это не имеет никакого значения. После сдачи этих деревень нам станет проблематично ехать в Иран и Грузию. Анкара с той стороны захочет Амасию, и дорога Бавры закроется. Об этом вчера на Площади Свободы заявил журналистом бывший премьер-министр Восточной Армении Гран Багратян, коснувшись заявления о сдаче сел Тавуша. Отметив, что после соглашения в 1980-х годах все Анклавы и Тигранашен, и три села Тавуша были признаны территорией Армении, плюс Арцвашен. Обсуждался и вопрос Арцвашена, чтобы вернуть земли, находящиеся рядом с Арцвашеном, переданные Баку в 1939 году, из-за чего Арцвашен стал Анклавом. В 80-е годы было подписано 193 протокола о принадлежности этих сел Армении. Эти протоколы подписал и Баку. Владимир Муфсисян, которого турки хотели похитить, пошел за этими протоколами, чтобы вернуть земли. Он вернул 17 тысяч гектаров. Но только в Неркинханде эти власти полтора года назад сдали 27 тысяч гектаров, заявил Багратян. Вопросом насильственной исламизации армянских детей в годы геноцида и их освобождения занималась Лига наций, по решению которой была создана комиссия по расследованию, где в докладе отмечены весьма примечательные факты. Работа по освобождению армянских женщин и детей из плена затруднялась из-за постоянных препятствий, созданных турецкой стороной. В частности, христианских детей заставляли забывать о своем происхождении, подделывали свидетельства о рождении и давали турецкие имена. Многих детей в турецких детских домах, будучи армянами, выдавали за курдов. Те же трудности возникали при обнаружении и освобождении пленных христианских женщин. Как отмечается в отчеты Пятой комиссии, найти их было практически невозможно, так как в этом преступлении замешан целый народ. 30 августа 1921 года Совету Лиги наций представили отчет, согласно которому 900 819 армянских детей и женщин освобождены из мусульманских семей. Такое же количество все еще находится в заключении. Если обратиться к историко-культурным данным о амшенцах, то можно сказать, что христианские и мусульманские амшенцы имеют одни и те же исторические корни, одни и те же традиции и говорят на одном языке. Главное их различие – религиозное. Несмотря на религиозные различия, общая историческая и культурная основа не помешала развитию культурных связей. По этой причине эти группы следует классифицировать как амшенских армян-мусульман, амшенских армян-христиан. Существуют различные представления об относительной идентичности этих двух групп. Армяне-христиане, амшенцы гораздо ближе к армянской идентичности, в то время как армяне-мусульманы-амшенцы в основном определяются амшенской идентичностью. Амшенство скорее этническая принадлежность, чем географическая. Амшенство приобрело чувство этнической принадлежности среди армян-мусульман амшена и после исламизации отделилось от армян-христиан амшена. В то же время оставило пространство между амшенством и лаской, и турецкой идентичностями. Ситуация, которая не была заметной проблемой в системах османских милетов, начала становиться проблемой в регионе. Политика ассимиляции амшенцев, основанная на идеологии одного языка, одной нации, одного государства, республики породила стремление связать идентичность амшенцев с турецкой идентичностью. По этой причине нельзя забывать, что представления турецких амшенцев о собственной идентичности формировались политической атмосферой, которая делает их однородными и не приемлет различий. Тезисы, связывающие амшенство с турецкой идентичностей, основанные на исторических или научных основаниях, а не идеологии. Это подтверждается работами местных и зарубежных ученых, которые проводят исследования, независимые от официальной турецкой идеологии. Кроме того, вышеупомянутые документы показывают, что государство также располагает разнообразной информацией и мнениями по этому вопросу, которые не укладываются в рамки официальной идеологии. Издательство Кильского университета Германии опубликовало книгу «Культурное наследие Арцаха. Армянская история. Ее следы в Арцахе». Презентация сборника должна была состояться 6 марта в Берлине. Инициатива по срыву презентаций почти на всех азербайджанских телеграм-каналах, к сожалению, увенчались успехом. За день до запланированной даты, 5 марта, организаторы Совет по иностранным делам Германии и фонд Конрада Аденауэра отменили мероприятие и провели его удаленно. Причина указана следующим образом. Массовая кампания против мероприятия и риск эскалации. Кто именно организовал и провел массовую кампанию по отмене презентации книги, не уточняется. Редакторы Андреас Мюллер, Арутюн Арутюнян, Дагмар Хеллер и Мартин Тамке 11 марта опубликовали заявление, где в частности отмечается 6 марта 2024 года Совет по внешней политике Германии совместно с фондом Конрада Аденауэра планировал провести презентацию от редактированного нами проекта «Культурное наследие Арцаха. Армянская история. Ее следы в Арцахе». Целью мероприятия было представить книгу в рамках научного симпозиума и привлечь внимание к армянскому культурному наследию, находящемуся под угрозой исчезновения в связи с миграцией армян из Арцаха и оккупацией региона Баку. Такая опасность особенно очевидна в разрушительной политике руководства Баку на Хидживане, где были уничтожены армянские культурные ценности, церкви, монастыри, сельские постройки и даже объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за массового давления со стороны Бакинского посольства и бакинских общественных организаций мероприятие было отменено и проведено в цифровом формате. Посольство Баку в Германии призвало Совет по внешней политике Германии и фонд Конрада Аденауэра воздержаться от проведения предполагаемых предвзятых мероприятий. Требование сопровождалось письмами с угрозами. Кроме того, была запущена кампания массовых комментариев, вероятно, организованная посольством, с использованием аналогичных текстов. Помимо этого, было объявлено, что в Берлине в непосредственной близости от места проведения мероприятия состоится проазербайджанская демонстрация. Как редакторы книги, мы глубоко обеспокоены отменой научного мероприятия в либерально-демократической стране. Мы считаем оскорбительным и необоснованным ярлык-исламофоб программе симпозиума, посвященного защите культурного наследия. Мы разочарованы отсутствием готовности государственных властей должным образом защитить мероприятия, важное для сохранения меньшинств и их культурного наследия. Мы протестуем против действий посольства Баку и призываем сделать политическое заявление структурам ответственным за внешние отношения Федеральной Республики Германии. Мы призываем свободную прессу нашей страны подчеркнуть и задокументировать попытки иностранного автономного государства ограничить свободу слова. Мы призываем Федеративную Республику Германию и международное сообщество немедленно вмешаться, несмотря на все препятствия для защиты культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения в Арцахе. Из завершения новостей послушаем музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok